МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях этого понедельника расскажут наши корреспонденты. В эфире новости в студии Антон Александров. И вот главные темы выпуска. 1-го апрельская шутка антимонопольщиков. Тысячи предприятий по Казахстану получили уведомление, что с 1-го апреля они должны сменить поставщиков электроэнергии. Около 300 человек эвакуировано, затоплены дома, закрыты дороги. Таковы результаты паводков в Карагандинской области за минувшие выходные. Весенний призыв. В Караганде состоялись проводы новобранцев на службу в армии. Роболэнд 2024. В Караганде состоялся ежегодный турнир по робототехнике. Двигался по автобану по встречной полосе. В результате жуткой аварии на объездной дороге Караганды погибли 5 человек. Как они? Офигеть! Полмашины оторвало. Оторвало? Жесть! Ох, так-то! Мама! Это что за тачка-то вообще? Все случилось 31 марта в 19 часов 30 минут на северо-восточном объезде Караганды на трассе Пришахтинсортировка. Столкнулись две машины, Мерседес и Жак. Они врезались на большой скорости лоб в лоб. Удар был таким, что Мерседес, выехавший на встречную полосу, разорвало на две части. Шансов выжить в такой аварии не было. Результатом стала гибель пятерых человек, включая водителей и пассажиров. На месте работала оперативная группа. Дорога четырехполосная с металлическим отбойником посередине. И как все произошло, будет установлено в ходе следствия. Возбуждено уголовное дело. Назначены все необходимые экспертизы. По предварительным данным, водитель автомашины Мерседес выехала на полосу встречного движения. Уважаемые водители, соблюдаем правила дорожного движения и скоростной режим. Перестрелка средь бела дня. Жители поселка Агадыршетского района стали свидетелями вооруженных разборок группы мужчин. В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали инцидент. Шок пережили очевидцы, когда группа мужчин устроила перестрелку на одной из улиц. По информации свидетелей, пожелавших остаться неизвестными, подобное происходит уже третий раз за месяц. На этот раз не обошлось без ранения. Ситуацию прокомментировали правоохранители. Они сообщили, что 31 марта в медицинское учреждение поселка Агадыршетского района Карагандинской области с дробовым ранением ноги обратился местный житель. В полиции возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Все участники инцидента установлены. Ведется расследование. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в покушении на убийство с применением огнестрельного оружия в отношении жителя поселка Агадыр задержаны четверо мужчин в возрасте 28-47 лет. Подозреваемый во дворяный изолятор временного содержания проводится расследование. Вымогали имущество и отбирали деньги. В Караганде оперативниками УБОП совместно с прокуратурой пресечена деятельность преступной группировки. 10 активных членов арестованы, сообщает полиция.кз. В ходе оперативной разработки установлена причастность данной группировки к 12 преступлениям. Потерпевшие являются работниками АО «Кормет», индивидуальными предпринимателями и студентами высших учебных заведений. Подозреваемые, преследуя корыстный умысел, совершали преступления, дерзко нарушая общественный порядок. Избивали, вымогали имущество и отбирали деньги. В целом задержаны 25 членов группировки. Из них 10 наиболее активных арестованы. В ходе обысков изъятое огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, религиозная литература и крупная сумма денежных средств. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Около 300 человек эвакуировано. Затоплены дома. Закрыты дороги. Несколько фур водой смыло с трассы в Кювет. Таковы результаты паводков Карагандинской области за минувшие выходные. На этой трассе, близ поселка Аксуа-Юлы, из-за перелива в Кювет сошли несколько фур. Край дороги пытались обозначить столбиками, но течением их смывало. Поэтому живыми метками, стоя в ледяной воде, пришлось стать полицейским. В районе объявили режим ЧАЭС. Из-за размывов дорожного полотна и переливов через дороги в выходные было закрыто 10 участков дорог. На сегодня остаются 5, в том числе 2 республиканских. Пришлось раскопать часть нового автобана Караганда-Балха, чтобы пропустить воду. И республиканской трассы Бастау-Актау-Тимиртау. На закрытых участках скопился транспорт. В Аксуа-Юлы активисты организовали ауза-шар в мечети для пассажиров автобусов и водителей. Волонтеры также раздают еду. Жители поселков также кормят спасателей и военных, которые перетаскивают на себе тонны песка в мешках. Спасибо им большое, потому что это очень тяжелый труд предстать и постоянно находиться в воде. Я уверена, что у всех парней мокрые ноги. Отрезано село Шопа. Жителей при необходимости переправляют спасатели. В поселках Кайракты, Аксу, Красная Поляна, Дересал потоплены 40 домов. Эвакуированы 292 человека, из них 114 детей. Всех отправили к родственникам. В один день вода поднялась. Мы здоровье потеряли. Сейчас скитаемся, не можем дома находиться. Здесь невозможно жить. Что я один могу сделать? Везде грязь. Пожалуйста, мы просим, чтобы нам помогли. В Караганде тоже до сих пор откачивают воду в домах в разных районах города, как частный сектор, так и многоэтажные. В Тимиртау без питьевой воды остались жители правого берега. Из-за паводка оказался поврежден водовод, находящийся в русле реки Нура. Прокладывают временный водопровод. Жителям подвозят воду машинами. Уважаемые тимиртауцы, из-за возникшего вчера технологического нарушения на участке водовода, обеспечивающего питьевой водой жителей правого берега, мы были вынуждены временно приостановить подачу питьевой воды в этот район. Принимая во внимание последствия сложившейся ситуации и руководствуясь нормами действующего законодательства, мною объявленный режим чрезвычайной ситуации. Чтобы предотвратить затопление поселков, на реках активно начали взрывать лед. С водохранили сбрасывают огромные объемы воды. Жители ниже лежащих поселков просят быть готовыми к эвакуации. Сегодня часть эвакуированных жителей начала возвращаться в свои дома. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Пятый канал. Первоапрельская шутка антимонопольщиков. Тысячи предприятий по Казахстану получили уведомление, что с первого апреля они должны сменить поставщиков электроэнергии. На заключение договоров дали только сегодняшний день. Причина – ввод завели лицензии у предприятий-посредников. Грядет ли коллапс, узнавала Людмила Батюшкина. Директор шахты РАПИД в Караганде Андрей Белов получил настоящий шок, когда 28 марта прочитал уведомление от поставщика электроэнергии. Тот сообщал, что с первого апреля прекращает подачу света, так как Департамент по регулированию естественных монополий приостанавливает его лицензию. Заключить договор с другим поставщиком за один день невозможно, говорит директор. Нужен минимум месяц на технические формальности. Если свет отключат, без работы останутся 200 шахтеров. Плюс весь город окажется на пороховой бочке. У нас вентиляторы, работающие на электроэнергии, проветривают горные выработки. И общим объемом 15 километров, которые доходят практически до стадиона. При загазировании этих выработок без проветривания и появлении искры в подземных условиях, непонятно по какой части, то возможно последствия такие же, как на шахте Костянка. Только в Карагандинской области такие уведомления получили 330 предприятий. По стране их многие тысячи. В Комитете по регулированию естественных монополий успокаивают, что свет сегодня никто отключать не будет. Но власти намерены устранить посредников. Кем энергоснабжающие организации и являлись уже 20 лет. Они появились в 2004 году, когда в Казахстане передали сферу продажи энергии в конкурентную среду. Сейчас лишаются лицензии от 140 до 170 энергоснабжающих организаций по Казахстану. Они закупали энергию у производителей или гарантирующих поставщиков и продавали потребителям. Их ассоциация предрекает коллапс по всей стране. Что мы получим? Мы по задумке авторов получим 1 января следующего года в каждом регионе буквально по одному поставщику электроэнергии, который будет совмещать в себе и монопольный вид деятельности, и передачу, и конкурентный электроснабжение. По задумке тариф на свет должен снизиться, но в долгосрочном эффекте монополисты добьются повышения, уверены в ассоциации. В Комитете по регулированию естественных монополий снижение тарифов не обещают, но обещают сдерживание их дальнейшего роста. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал. Слив жидких бытовых отходов в степь возмутил жителей поселка Батакара. Они убеждены, что вода не проходит очистку и пагубно отражается на окружающей среде и здоровье людей. Ответ на жалобы от компании получила Дарья Чеканина. До появления компании «Эколайн» батакаринцы платили по 2500 тенге за откачку воды. Теперь платят по 6,5. В районе много людей из социально уязвимых слоев населения, и они не могут позволить себе такие траты. Когда мы спрашивали, сколько там кубов, они просто говорят, что там 100 кубов септик, на 3 дома 100 кубов. Если мы будем каждый месяц качать, этой проблемы не будет, что он будет перебегать. Вот этот дом страдает всегда из-за нас, потому что она перебегает. Мы не успеваем. Я в этот раз откачала на 16 рейсов, 104 тысяча дала, 3 дня назад. Он опять полный. Основной вопрос, куда сливается вода, он и волнует население. Тут запах стоит, просто-напросто сказать, что здесь запах стоит, это ничего не сказать. Вот эта земля, она не принадлежит нам, она принадлежит нашим детям, нашим внукам. Что мы оставим после себя? Эколайн Кейзет, который загадил весь поселок, там скот льет, там люди скот пасут. Там люди, дети ходят гулять, там грибы собирают, там озеро, рыбу ловят. Зимой, когда набирается вода, намерзает, она идет через верх по руслу, проходит через полотно дорожное, Акбел, Батакара, и идет мимо нашего поселка. Вся вода падает, вот кельсис, сброс с озера, с водохранилища Батакаринского. Она падает, вот кельсис, вот кельсис заходит в нуру, и это все идет в нуру, поймите. С нуры попадает в Самаркандское водохранилище, и пошло все это дальше. Теперь сейчас выкупили, и там типа сделали отчистные, там, но это еще с советского времени осталось. И там давно уже эти трубы вытащены были, эти как и моторы тоже. Он просто сливает в ту, там где бетоном залито, там раньше с козжавода химикаты. Там все сейчас пойдет, может в озеро, это заражение, она же будет. Машины откачивают воду не только из септиков, но и утилизируют медицинские отходы из больницы и ветстанции. Жители глубоко сомневаются в качестве работы очистительных сооружений. В марте здесь проводилась внеплановая проверка на соответствие требованиям действующих санитарных правил. По результатам внеплановой проверки установлено, что на объекте отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проектную документацию по установлению расчетных и установленных санитарно-защитных зон по эксплуатации сооружений систем водоотведения ТО «Эколайн-КИЗ», что является нарушением требований в Кодексе о здоровье народной системе здравоохранения и санитарных правил санитарно-эпидемиологических требований к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека. Акимба Токары выступает в интересах населения. Местным самоуправлением было принято разрешить сливать воду на рельефе местности. От компании последовала жалоба в Департамент экологии. Последние выявили нарушения. Жители, в свою очередь, обращались с жалобой в Министерство экологии. В Бухожжаровском районе у нас были проведены проверочные действия в отношении слива санитарскими машинами на рельеф местности. Вкратце, если говорить, то, что виновные лица были привлечены к ответственности. Но в настоящий момент в поселке Бутахара работает компания «Эколайн», которая непосредственно занимается очисткой. И есть нарекания к деятельности этой компании. Департаментом сейчас оформляется проверка на соответствие экологии с законодательством. То есть они правильно ли все делают. По ее результатам, конечно, мы полную информацию предоставим. На данный момент готовится проверка деятельности компании «Эколайн». Ее проверят на соответствие экологическому законодательству. Он построил это все на свои средства, на свои деньги, понимаете? Вот эти 6500 не он берет. Берут ассенализаторы, они берут за работу. Понимаете, то, что откачивают. Они думают, что 6500 он берет себе в карман, ложит. Не ложит он такие деньги. Просто там идет, очищает, там два контейнера. Они полноценно работают. Там чисто очистные воды идут, понимаете? Чисто очистные воды. Люди просто запаха нету. Я говорю, поедите, какой запах? Подожди. Нет. В свою очередь, Алмаз Айбергенов, заместитель директора «Эколайн», в прошлом Аким поселка своей вины не видит. По его словам, вода очищается через контейнеры, обеззараживается и сливается в прудиспаритель. По поводу стоимости услуг ответил, что прием сточных бытовых вод ассенализаторскими машинами не входит в перечень регулируемых услуг. Оформляют земли, вот эти пруды, все на себя хотят оформить, все на диреликцию поставили, хотя изначально обещали. Я единственный механизм предложил, говорю, давайте цену снизим, но я же сюда инвестиции частные, я ни за какие бюджетные деньги не строю, это все мое, моя идея, мои средства. Теперь я им говорю, мне же надо как-то зарабатывать, я же не могу просто построить, я же не красный крест открыл. Теперь я им говорю, вы дайте мне 4 гектара земли, я посажу люцерну, буду выращивать, делать из нее комбикорм, то есть гранулировать ее и продавать уже личным подсобным хозяйством. Два подпольных казино выявили в Караганде сотрудники Департамента экономических расследований. Одно из них постоянно работало в одном из ресторанов, второе – в подвале кафе. Делектор одного из сто организовал казино в ресторане. На зеленом сухне играли в покер, предусматривающий денежные ставки и выигрыши. Заведение работало на постоянной основе. Остальные часы игральные карты, фишки, фишка дилера, песочные часы, розовые – 500, желтые – 1000. Нет, не сказал, отказывается. Зеленые – 25 и красные – 5. В ходе проведения обыска в ресторане зафиксирован факт проведения карточной игры в покер, где были изъяты специальные игральные столы, игральные фишки, игральные карты, сотовые телефоны персонала и участников игры, ноутбук, различная документация по правилам проведения игры в покер и иная атрибутика. В отношении организатора игорного бизнеса завели уголовное дело. Сейчас оно уже направлено в суд. Еще одно казино организовала группа лиц. В подвальном помещении одного из кафе «Караганды» незаконно играли в покер путем зачисления игроками входных денежных сумм. Там оперативники также выявили весь ассортимент атрибутики незаконного игорного бизнеса. Специальный игровой стол, зеленые полотна, предназначенные для игры в покер, игральные фишки, игральные карты, сотовые телефоны участников игры, ноутбук, видеорегистратор, блокноты с рукописными записями. Игровые фишки обычного цвета, без указания на финалах. Обнажим пакет белого цвета, в котором фишки желтого цвета. Игровые карты марки «Техас». По данному факту, Департаментом экономических расследований зарегистрировано досудебное расследование по статье 307, части 4 пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время досудебное расследование окончено и направлено в суд. Ожидается вынесение приговора суда. Первому подозреваемому грозит штраф до 2000 МРП, исправительные работы или срок до двух лет лишения свободы. Вторым, соответственно, штраф до 5000 МРП или срок до пяти лет за решеткой. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал. Уже месяц ходим пешком. Жители одного из подъездов дома на проспекте Нуркина-Абдирова, где обрушился лифт, не дождутся восстановления подъемника. В обслуживающей компании дали пояснение. Ирина Вобещевич расскажет подробности. С числа 4 марта и в 10 часов утра, где это примерно такой погром был, это было что-то, знаете, как будто стенка рушилась. Напомним, лифт упал в 10-м подъезде дома на проспекте Нуркина-Абдирова. Никого в нем не было, но теперь жители все еще не могут добиться восстановления подъемника. И ходят кто может пешком, а кто не может сидят дома. Восьмой, седьмой, восьмой, девятый этаж, все дети. Маленькие дети, трое детей, двое детей. Даже, ну, просто с маленьким ребенком, ладно, спуститься, а подняться вверх, это вообще, это жесть просто. И пожилых много. Седьмой, восьмой этаж, это все пожилые. Да, все 60+. В лифтовой компании тогда заверяли, что прилагают все усилия, чтобы найти запчасти, снятые уже давно с производства, и восстановить подъемник. Вместе с этим отметили, что лифт отработал уже два срока, и жителям впору уже через центр модернизации приобрести новый. Однако выяснилось, что это происходит не быстро. На сегодня уже 59 лифтов в Караганде, Абайт, Семертау требуют замены. И люди в ожидании выделения денег. При этом, в лучшем случае, на этот год в планах заменить лишь 25 из них. К тому же, далеко не все жители подъезда готовы платить за новый лифт и настаивают на ремонте старого и как можно быстрее. Нету запчасти, которая необходима. Тот узел, который нужно заменить. Это противовес полностью лифта и каркаса кабины. С жителями данного адреса, Нуркен-Абдирова, 2510, мы на связи. Они сейчас хотят провести продление, сделать этого лифта. То есть с экспертным центром. Сейчас, на данный момент, пока мы ведем переговоры. Экспертная организация должна дать заключение о возможном продлении или дальнейшем запрете эксплуатации лифта. Также в компании говорят, что предыдущий сюжет здорово ударил по их репутации. Хотят внести ясность. Лифт с девятого этажа не падал на первый. То есть, если бы это было обрушение лифта, и он летел бы с этой высоты, то там бы полностью перебило бы плиту, пробило плиту перекрытия внизу. То есть лифт остановился, на клине сел в районе пятого этажа. Он стоял на клинях. При клиновом устройстве срабатывания удар – это да, это происходит, это слышно. По словам Светланы Абдулаевой, в таких ситуациях, если бы люди были на тот момент в кабине, они бы в худшем случае испугались бы и даже не получили бы травм. Меж тем, мы все же никому не желаем проверять это на себе в действии. Ирина Вобещевич, Межан Жумамуратов, Данил Заславский, Пятый канал. Весенний призыв. В Караганде состоялись проводы новобранцев, которые направились служить из шахтерской столицы в десантно-штурмовую бригаду города Кунаев. Более 30 юношей собрались на областном сборном пункте Департамента по делам обороны Карагандинской области, где их ожидала церемония проводов. Подробности в следующем материале выпуска. Абай Амиров – один из призывников. По словам парня, служба в армии – это обязательный этап жизни каждого мужчины. Ведь именно она закаляет характер и учит ответственности не только за себя, но и за ближних. Сам юноша пошел по стопам предков и ни на секунду не сомневался в своем выборе. В военкомате я пришел по своему желанию, а служить должен, так как служить и отдать долг своей родине должен каждый мужчина нашей страны. Так как мой отец, мой дядя, все служили, я считаю нужным, потому что я тоже должен буду отслужить. Мне кажется, армия – это вторая школа нашей жизни, основная, так как там прививается дисциплина, командный дух. Очень хорошие качества, которые пригодятся в дальнейшем нашей жизни. В Караганде состоялись проводы новобранцев, которые отправились служить из Караганды в десантно-штурмовую бригаду города Кунаев. На мероприятии присутствовали военнослужащие карагандинского гарнизона, ветераны вооруженных сил, курсанты военно-технической школы и воспитанники школы Жасулан. Помимо этого, на церемонию были приглашены родные и близкие призывников. Для напутствующих слов был приглашен непосредственно представитель воинской части подполковник Аскар Кшаганов. В этот знаменательный день хочу поблагодарить всех, что вы присутствуете на проводах своих защитников в Родину. От себя лично и от лица десантно-штурмовых войск хочу пожелать ребятам удачи, терпения и здоровья. И как у нас десантников говорится, полного купола и мягкого приземления. В этом году более 30 новобранцев проявили желание служить в десантно-штурмовых войсках. Этот род войск считается востребованным по всей стране, но требования, предъявляемые к состоянию здоровья, уровню образования и морально-психологической устойчивости граждан, достаточно высокие. Ребята, которые сегодня отправляются на службу, прошли жесткий отбор и соответствуют всем требованиям, говорит Аскар. Пожелаем нашим юным защитникам успехов на службе и крепкого не только здоровья, но и духа. Максим Трезуб, Николай Шевелев, Пятый канал. Век информационных технологий в Караганде прошел ежегодный турнир по робототехнике под названием RoboLand 2024. В этом году более 300 команд в разных категориях продемонстрировали свои навыки и знания в области робототехники. На месте побывал Максим Трезуб. Айсултан и Максим – участники творческой категории на робо-турнире RoboLand 2024. Несмотря на юный возраст, они не хуже многих взрослых владеют навыками лего-проектирования. На выставке творческих работ ребята презентовали очистительный механизм, который позволяет избавляться от мусора на воде в местах с отсутствием течения. Помимо этого, юные изобретатели полностью разбираются в механизме работы аппарата и могут с точностью до мелочей рассказать про каждую деталь устройства. Она работает с помощью специального винта и конвейерной ленты и лего-деталей смарт-хаба, смарт-мотортики и батарейные блоки. Расскажи, как она работает? То есть какой процесс идет? Что начинается и чем заканчивается? Ну, вот, например, в этой воде лежит мусор, но в этой воде нет течения, поэтому она не попадает на этот конвейер. Мы специально сделали винт, который будет делать волны, и этот мусор будет отправляться, попадаться на конвейерную ленту. Международный фестиваль робототехники, программирования и информационных технологий Роболэнд – это ежегодный проект, который продвигает детское научное творчество и помогает юным талантам развиваться. Организаторами является Управление образования Карагандинской области. Соревнования проходили два дня – 29 и 30 марта. В этом году квалификацию прошли примерно 1800 команд, однако в финальных испытаниях приняли участие около 300 – из Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и России. Роболэнд – это финал большого движения, который в течение полугода минимум проходит по всему Казахстану, ну и где-то в других странах тоже проводятся некие отборы. Если брать Роболэнд, как именно сеть мероприятий с отборочными турами и так далее, то это большое движение, где несколько тысяч участников, больше тысяч команд участвуют. Но на самом фестивале приезжают только лучшие отобранные команды, которых эта площадка позволяет вместить. Было бы больше, можно было бы, хотелось бы, но нет технических возможностей, например, больше команд здесь задействовать. Поэтому здесь вот порядка 300 команд в сегодняшний участок. Международный фестиваль робототехники, программирования и информационных технологий Роболэнд проводится в Караганде с 2015 года. Роболэнд 2024 – девятый по счету фестиваль. Каждый год ребятам дается тематика предстоящего события. В этом году главной темой стала экология. По словам директора учебно-методического центра развития образования Карагандинской области Бакатгуль-Абдикерова, это делается не только для того, чтобы дети ухаживали и беспокоились за природу, но и духовно развивались. В этом году мы выбрали тему экологии. Все работы, показанные на выставке, также посвящены 90-летию Караганды. Благодаря всем этим работам мы можем увидеть на самом деле, сколько проблем с экологией мы имеем. Именно поэтому и была выбрана эта тема. По результатам соревнований в общекомандных зачетах места распределились следующим образом. Почетное третье место забрала сборная Павлодарской области. Серебро соревнований забрали наши соседи – сборная из Узбекистана. Забрав 25 медалей и золото соревнований, в победители вышла Карагандинская область. Максим Трезуб, Ирина Нинашева, Николай Шевелев, Пятый канал. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. На этом наш информационный выпуск завершен. Смотрите новости на пятом канале каждый будний день в 20 и в 22 часа. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова